Самый главный результат сегодняшней сессии – это практически единодушие по принятию решения всего городского совета. Мы иногда не задумываемся, но в деталях кроется суть происходящего. О чем это говорит? Это говорит о том, что все решения, которые сегодня, а это несколько сот решений, были выважены, хорошо подготовлены, и по ним у обладавляющего большинства депутатского корпуса нет вопросов. Они полезны и нужны городу. Это, наверное, главное качество, главный результат, который мы сегодня добились. Это то, что исполнительная власть и власть за представительское, городской совет, действуют в унисон, синхронно, а не слышат друг друга. Аналогичным образом мы хотим и поступаем и с общественностью, с одесситами. Мы открыты, как городская власть. Если возникают любые вопросы, напряжения, мы снимаем вопрос или организуем общественные обсуждения. То бишь, сегодняшняя сессия – это хороший пример нового формата власти. Председатель постоянной комиссии по вопросам образования, спорта, культуры и туризма Одесского городского совета Олег Этнарович также главными достижениями нынешнего состава горсовета считает сплоченность работы своих коллег и понимание депутатами насущных и долгосрочных проблем города. После этой сессии чувствуется такая несколько усталость. Она связана прежде всего с тем, что к огромному количеству вопросов, действительно относящихся к депутатской деятельности, к нашей профильной работе, к работе стратегического развития города, у нас вот добавляются, безусловно, какие-то постоянно какие-то вопросы, которые пытаются дестабилизировать ситуацию. Мы, нагнетается какая-то нервная обстановка, мы видим какие-то группы людей, которые приходят и пытаются внести в разлад не только в общество, гражданское общество в Одессе, но и в работу нашего Одесского городского совета. Но, тем не менее, мы видим, что очередная сессия городского совета прошла, на ней приняты очень важные решения для города, такие стратегические развития касательно и общественного транспорта, и развития освещения всего города. Это один из вопросов, где мы взаимодействуем с международными организациями, с Европейским банком развития. То есть это еще раз подтверждает, что Одесса имеет очень высокий авторитет в международной среде.